МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадиокомпании Гомелю, студию и працу Александра Гамоля. Глядите в этом выпуске. Поселная на старте. Аграры рыхтуют технику до выхода на палетки. Рыхлый, тонкий и вельми небеспечный, а свод застирагая от выхода на лед. Редкие гости. У Гомель приехали белые тыгры. Примерное представление отбудется в ближайшую субботу. А зараз об этим и иншим больше подробязно. На Гомешине протягивается подрыхтовка до нового сельско-господарчика года. Основная увага зараз надается ремонту техники, якая первая выйдет на палетке. Со станом справ ознайомился Олег Синтеров. Докладный термин початку поселной никто не называя. Усё, кажуть, будет задержать от климатичных умов. Коли установится постоянное тёплое надворье, а температура греба досягнет плюс 5 градусов, можно будет выводить технику на палетке. С уликом того, что большая половая площадь была засеяна еще минулой осенью, под озимой культурой усиливать подприемство, есть усе махчимости провести работы в ответности с технологичными нормами. Головное поспеть подрыхтовать технику, якая первая выйдет на палетке. Зараз и её готовность складает коля 90%. Нескладанный ремонт у господарков робить властными силами. Тем больше, что тут есть соправданные профессионалы, у некоторых с подприемствами с годы на годы на кузне заховали. Але для проведения капитального ремонта необходимо взвертаться до специализованных организаций. Капитальный ремонт, конечно, она выработала практически на 90% свой ресурс. Поэтому много приходится вкладывать, как и запасных частей, так и людских ресурсов. И, конечно, много работы. У нас 11 ремонтных мест, поэтому можете представить, что если на один трактор порядка до 15 дней, то, конечно, есть уже даже очередь. Поглубленный, одновленный ремонт сучастного энергонасыщенного трактора обойдется сега с подприемством. Неде у 8-9 разов таней, чем набытье новой машины. Зараз у Гомеля распроцовывается диагностичная аппаратура, якая дозволить вызначать ресурс руховиков методом вибрации. Такого обслуживания в Беларуси, пока не манне, где. Гэта в свою очередь дозволить проводить ремонтные работы на большом высоком узровне. Иншая справа, что участка техники пришла в таких стан по причине элементарного порушения правил эксплуатации. Неде не робить плановое обслуговывание, неде порушать технологии. Гэта одна из причин, чему некоторые тракторы потребуют капитального ремонта у всех опрос некаких годов работы на палетках. Калида техники относится беражлива, и она может працевать не одной 10-й годе. Вот гэта трактор вырубленный в 1967-м годе. У свой частный им працевал знакомитый механизатор Миколай Коваль с колгаса 21-й съезд КПСС Реческого района. Не олегчите на то, что трактор уже больше 50 годов, а леон и зараз находится в рабочем стане. Гэта зима для аграрой в Гомельской области оказалась значительно больше сприяльной, чем попередняя. И снегу у целом хопала, и перепады температур значного отмойного уплыва на санозимых не оказали. А летость у регионе загинула маль 2 трети, посеянного осенью рапсу. То селита по этой и инших культурах ситуация значительно больше оптимистичная. Азимы и культура у нас в этом году были в большом объеме посеяны. Более 300 тысяч гектар. Из них планируется где-то на 250 тысяч на зерно сохранить. Остальная часть на зеленую массу пойдет. И на сегодняшний день, по данным гидрометеоцентра, у нас азимы хорошо сохранились. Где-то изреженность посевов планируется 3-5%, не больше. Олег Синтеров, Валерия Копанькова, Телераду Копаде, Гомель. Адоранная молодь в области отримает свои первые пашпорты во врачистой обстановке. Уручать документы 14-годовым подлеткам будут завтра, в День Конституции. В Гомельский громадско-культурный центр запросят 30 хлопцев и девочек, выдатников, учебы, переможцев и призеров разных споборниц, конкурсов и фестивалей. А кроме пашпорта, молодые люди отримают у подарунок Конституцию Беларуси и выдание «Я громадянин Республики Беларусь». Дарай же 15-го соковика беларуские адвокаты проведут бесплатные консультации. Акция, примеркованная до Дня Конституции, пройдя во всех адвокатских конторах и бюро. Так само по традиции в этот день бесплатно грамадян принимают и нотариусы Гомельской области. ВНУ робят ставку на практикоориентованное навучание. Специалисты одной из наибуйнейших аудиторских компаний света сегодня провели майстер-класс для студентов ГДУ имя Франциска Скарины. Размова ишла про махчимость працевладкования. Супрацовненство за аудиторскими компаниями ВНУ распочала в минулом году. Цикавость до студентов ГДУ выказали одразу звезу светновядомой организации, представництвы, яких есть у нашей краине. Улику молодых специалистов тут працуют некольки выпускников экономичного факультета. Еще некольки проходят стажировку. Потребования до супрацовников тут высокие. Кроме экономичных дисциплин, треба володать замежной мовой и умением выращать задачи на логику. У студентов другого и третьего курса есть час на поглубленное выучение необходимых предметов. Нужно растить свои кадры и нужно работать со студентами и начинать им рассказывать уже студенческой скамьей о том, где можно начать свою карьеру, чтобы они уже заранее понимали, что есть такая компания, что есть такие отделы, что можно начать себя, например, в аудите, можно начать себя, попробовать себя в налоговом консультировании. Буквально на днях 16 числа в пятницу состоится круглый стол с приглашением ряда компаний реального сектора, органов госуправления, банков, на котором будут обсуждаться вопросы практикоориентированности образовательного процесса, более плотного сотрудничества наших компаний, предприятий и учреждений образования. Что изменится в гимназиях после отмены экзамена в пятые классы? Эти плануются открытие новых детишек садов и школ. Это и иншее питание можно будет задать начальнику управления адукацией Гомельского облаконкама. Сергей Порошин в эту пятницу 16-го Сыковика проведет прямую телефонную линию у редакции газеты «Гомельская правда». Звонки будут приматься с 11-ти годин до 12-ти 30-ти по номеру телефона у Гомели 33-26-89. На реках Гомельской области распочался уздым воды, на некоторых до небеспечного узровня застаётся некольки десятков сантиметров. Первое весновое потепление так само привело до разбурения и расставания лёду. Однако это не стремливая аматора у зимовой рыбалки. Ганна Коральчук с подробностями. Они надеются на свой опыт и упевнены, что их беда обыйдет. Никто не знает, где здесь бьют ключи. Никто не знает, где он прорастаял больше, где меньше. Где-то уже лёд здесь достигает меньше 5 сантиметров толщины. Соответственно, в любой момент человек, который идёт по льду к одной или другой своей лунке, которую он сверлит, он может провалиться. Оказать помощь? Я не думаю, что кто-то из этих людей сможет оказать помощь. Почему? Потому что у них у самих нет спасательных средств. Абсолютно не дорожат своей жизнью. Или им плохо живётся, или у них дома какие-то проблемы. И они находят утешение вот в этом. Рыбаки различивают только на удачу. А супрацовники освода что день дежурят на водоёмах. По их словах, полоха и навод не то, что люди выходят на лёд, а то, что не клопотятся про властную безопасность. Рыбакам нагадываются о правилах оказания первой допомоги и техничных сродках, які заусёды повинны быть побач. Гэта и концы Александрова, и просто авиаровка с грузом, и разностайные загвастки, які допомогат человеку самостоянно выбраться с лунки, коль он провалится. И обовязково – вратовальная камизелька. Супрацовники освода за зимовый период попередзели свыше 600 несчастных выпадков. Однако лік сумной статистики всё ж таки открыты. Утонуло три человека, в том числе один несовершеннолетний, двое – это рыбаки, которые провалились под лёд и утонули. И ещё один рыбак в Реческом районе погиб от переохлаждения. Поэтому всем необходимо быть очень осторожным и по возможности не выходить на лёд. Помня о том, что это может привести к трагедии. Весновый лёд небезпечный не только для рыбаков. Детячие гульни, каля водоёмов, так само могут привести до несчастных выпадков. И хоть год за годом детей на лёд з'является всё меньше, батькам варто заставаться пильными. Не покидать их без нагляду и растлумачить всю небезпеку выходу на тонкий лёд и гульнил поблизу рек. Ганна Коральчук, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У «Гомель» проехали белые тыгры, экзотичные драпежники, удельники новой шоу-программы легендарного цирка «Никулина», гастроли якого пройдутся у «Гомельским державным цирком». По коль артисты рыхтуются до первого выхода на Манеж, до их завитали наши корреспонденты. Шесть белых тыгров, два хлопчики и шатыры девчинки в возрасте от полутора до двух годов. Это совсем молодые и энергичные живёлы, как раз подстать своим дрессировщикам – Алисе Нестеровой и Алексею Порушаеву. Алиса – продолжальник вядомой цирковой династии у четвёртым поколении, а я ее полосатые годаванцы – нашатки заслуженных цирковых живёл старейшего составу. Сдаётся, что все тыгры подобны один на одного, але дрессировщики лёгко их адрознивают по полосках на морде. Это молодые, которые воспитаны нами, выращены нами, то есть выдрессированы, ну чуть-чуть, правда. Забирали домой, нянчили их, выкармливали некоторых, соски выкармливали, то есть... Вот, то есть... И ремень, прощай. То есть также и дома находились какое-то время, потому что уход не меньше, чем за маленьким ребёнком. Шанс на роджение белого бенгальского тыгра в дикой природе – 1 на 10 тысяч. Чёрно-коричневые полосы на белом футре и плакитные вочи – выник природженной мутаций генов. У гомели гэтые прыгужины станут судельниками номера под назвой «Мой тотем». Гэта история про сябровство людей и белых тыгров. Дрессировщики говорят, у кожного их годаванца свой характер и уникальные якости. Кто-то есть вредный, кто-то есть наоборот, кто очень любит что-то делать, что-то показывать. Вот, например, у нас есть кот, он иногда выходит раньше, в положенном времени. Мы даже уже перестали его останавливать, как-то просить посидеть больше, чем нужно, потому что вот он, для него это счастье – выйти и сделать что-то. Он столько удовольствия от этого получает. Кто-то есть, кто-то обидчивый у нас. Через чё. Девочки, да, у нас такие. Что-то ей не понравится, всё, она отворачивается и на контакт вообще никак не идёт. Алиса Нестерова так само проставить на манеже номер с собаками и выконать руки на полотнах. А я же глядашу чекают выступлений жонглёров, гимнастов и акробатов. Нумеры с дрессированными котами и голубами. Забавлять публику на протягу усяго представления будет клоун. Убашить артистов цирка Никулина и белых тыгров можно с 17-го саковика. Ганна Корольчук, Вольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Премьерой на этом тыне своих глядашоу порадует так само Гомельский городский молодёжный театр. В 16-го саковика тут представят спектакль под назвой «Ля теле Арели». Ён поставленный по пьесе сучасного белорусского драматурга Константина Стешика. Режиссёр, белорусский актёр, музыкант и аутор выканавца Дянис Паршин. На его рахунку коля пау сотни роля у театры и стольки жу кино. «Ля теле Арели» — это ироничная история про вельми недогочасовую, а лезую симне, выпадковую размову мужчины середних годов Стаса и девчинки подлетка Ксении. Вот только кто с этих двоих саправды зрелы человеки, устойливая особа, пытанию, яким треба буде разобраться як самим героям, так и глядачам. Выбор пьесы напрямую, связанный со статуса молодёжного театра, який дыктует певный репертуар и формат. Постановка «Ля теле Арели» абсолютно докладно уписывается у сучасный творчий вектор. Пьеса, написанная у 2016-м, празготу вайшла у шорт-лист широку престижных театральных конкурсов Беларуси и России. Актуальность уздымаемых проблем выводит героя спектакля на ширую размову с глядачами самых разных поколений. Это свой особливый диалог, разважание, в яким кожный може звернуть на себе сбоку, разобраться у своих внутренних суперэшностях и задуматься. Мы не даём ответов, стараемся больше задавать вопросов. Хотя для себя, конечно, мы с актёрами всё абсолютно точно решили. В принципе, я люблю, когда так есть, когда зритель может вынести каждый что-то своё, помимо самой истории, которую написал автор, чтобы зритель вынес ещё свои какие-то мысли, ассоциации и те самые размышления. «Душа Жаншины» – экспозиция под такой назвой открылась у выставочной зале Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны. Автор работ – напевно самая незвычайная масташка нашего региона. А маль 20 годов тому Любови Руснака поставили диагноз «расеянный склероз». Хвороба парализовала ноги и руки. Тогда она научилась малявать, утримливаючи пензель зубами, и протягнула працавать у технице миниатюрного живопису аллеем. Перший пейзаж таким способом писала 4 месяцы, а напереда дня открытия выставы створала по некольке картину день. Любов Руснак – урадженка Молдавии. 20 годов тому переехала у Беларусь. Працевала наставницей маляваний и сусветной мастацкой культуры увезцы Печыши Светлогорского района. Ее в ушни неодноразово становились переможцами розных конкурсов. Покинуть любимую працу Любови пришлось а некольких годов тому по стане здоровья. Аллеи зараз у весь вольный час и она присвячая мастацкой творчестве. Заусюды уравноваженная и позитивно настроенная. Масташка умеет заражать и мотивовать людей как свою творчестью, так и ставлением до життя. И в каждой, в принципе, ее картине какой-то даже посыл людям о том, чтобы они в сложных ситуациях не отчаялись. И даже она придумала такую интересную вещь. При продаже картин она на обратной стороне клеит мотиватор, в котором пишут о том, что если у вас какие-то проблемы, взгляните на картину. Ее писала женщина, которая не ходит и не может двигать руками. И все ваши проблемы покажутся как бы ничем. Это и другие новины. Вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресе www.cvrgomil.by Далее эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд». Я с вами развитываюся. Усяго доброго и до встречи эфира. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. 21-летний гомельчанин, проживающий в Центральном районе, был доставлен в больницу с проникающим колоторезным ранением грудной клетки. По факту попытки убийства гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Около двух часов ночи во дворе одной из многоэтажек на улице Мазурова произошел конфликт между двумя местными жителями. 30-летний мужчина, ранее судимый за хулиганство, ударил ножом в область грудной клетки своего неприятеля. Пострадавшего увезла скорая помощь. У мужчины повреждено легкое. Нападавший задержан. Накануне утром сразу семь автовладельцев обнаружили свои машины со спущенными шинами. В Новобелевском районе неизвестный порезал колеса автомобилей, припаркованных рядом с домами на улицах Севастопольской, Пионерской, Тухачевского, Загородней и Зеленой. Усилиями сотрудников уголовного розыска и участкового хулиган был задержан в течение суток. Им оказался 34-летний гомельчанин. Возбуждено уголовное дело. В деревне Каменка по месту жительства работника одного из местных предприятий, мозырьские милиционеры обнаружили 100 бутылок водки российского производства, а также 100 литров спиртосодержащей жидкости. Как это часто бывает, хозяин не смог объяснить, для чего ему был нужен такой немалый запас горячительных напитков. Спиртное изъяли. Проводится проверка. В деревне Баштан Гомельского района накануне произошел пожар в жилом доме. По прибытии к месту вызова первых подразделений МЧС, деревянный дом был полностью охвачен огнем. Пожар ликвидирован спасателями. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы в двух метрах от входа в домовладение был обнаружен обгоревший труп хозяина домовладения 1971 года рождения. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем уничтожена кровля, перекрытие имущества внутри дома. В преддверии весенних каникул с 14 по 24 марта сотрудники госавтоинспекции проводят республиканскую профилактическую акцию «Безопасность детей. Приоритет для взрослых». Во время проведения мероприятия сотрудниками госавтоинспекции будет уделяться внимание правилам перевозки детей в автомобили, а также устроится контроль перехода проезжей части вблизи учреждения образования несушенолетними. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир зель-канала «Беларусь-4 Гомель» продолжает новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Футбольный клуб «Гомель», проводящий сейчас тренировочный сбор в Бобруйске, сыграл очередной контрольный поединок. Зелено-белое с учетом 2-0 обыграли еще одного представителя нашего региона Светлогорский «Химик». Накануне пресс-служба футбольного клуба «Гомель» сообщила о подписании соглашения с украинским полузащитником Артемом Филимоновым. Ранее 24-летний футболист выступал за дни по «Родесский Черноморец» и «Львовские Карпаты». Соглашение рассчитано на один сезон. Накануне Гродненский «Неман» и «Динамо Молодечно» провели первый поединок полуфинала чемпионата Беларуси по хоккею в экстралигии. Победу Гродненская команда добыла во втором овертайме благодаря точному броску Артема Кислова. А вот в высшей лиге национального чемпионата один финалист уже определился. Это столичный юниор. Соперник «Менчан» станет известен завтра на льду Гомельского ледового дворца. Пока в противостоянии дублей Гомеля и «Шахтера» паритет. Накануне «Рыси» вышли на лед с Олигорской арены в роли догоняющих. Счет в серии был 3-2 в пользу горняков. В первом периоде гости дважды огорчили галки перохозяев. Отличились «Жуковский» и «Зайчик». Сохранить преимущество до финальной сирены не удалось. В третьем периоде горняки отыгрались усилиями Музыченко и Борисова. Овертайм надолго не затянулся. Не истекла еще и первая минута добавочного тайма, как Моголецкий принес победу Гомелю. Седьмой и решающий поединок этой серии состоится завтра в Гомеле. Начало в 13.30. В Гомеле проходят Республиканские Олимпийские дни молодежи по тяжелой атлетике. Соревнования стартовали сегодня. За награды спорят атлеты со всех областей страны и города Минска. Всего на помост выйдут более полусотни спортсменов. Сильнейших и юношей и девушки определяют в восьми весовых категориях. На кону республиканских Олимпийских дней молодежи по тяжелой атлетике не только медали. Победа – это шанс попасть в ряды национальной команды и проявить себя на европейской и мировой аренах. Чемпионат Европы в октябре месяце, который будет проходить юноши и юниоры. Вот если возрастная категория позволит, результаты будут соответствующие выступления на таком уровне, то они в октябре месяце смогут участвовать в этих соревнованиях. Олимпийские дни молодежи по тяжелой атлетике проходят в спортивном комплексе «Гомсельмаш». Завершатся состязания 17 марта. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Беларусь-4». Беларусь-5. Продолжение следует...